Пошли, пошли, пошли. Вот так, пошли, пошли. Пошли. Пошли сюда. Пошли, пошли, пошли. Друзья, всем здрасте. Эти поросятка у нас так на старте пока и есть на стартовом корме. По моим замечаниям, в длину пошли. Ну, и круглеют чуть-чуть и становятся длиннее родного. Ну, видно, что у них все хорошо. Уже не болеют. Никакой заразы нету. Вода есть, корм постоянно есть. Воды пьют много. Вот проблема, как мне туда в вольер загнать и по высоте она выше. Ну, я думаю, говорят, за крыло надо брать и везти, но кто его знает. Шваты. Эти поросята также уже перевел их на гровер. Если я не ошибаюсь, уже 60 килограмм употребили гроверного корма. Записи ведут раньше. Уже у них, я только-только у них убирал. Кормушки он уже вылизывает. Ну, я подожду еще часика два, пока все вылежут, и я потом килограмм сорок еще им засыплю. И это все запишу. Вес у них за 30 килограмм. У этого, наверное, еще больше. Сначала места было тут, а в клетке очень много. Теперь я замечаю, что не так уж и много. Но это они еще маленькие. Сейчас месяц-два пройдет. Я думаю, им тут в притирку как раз нормально. Клетка сама получается у меня вот так 3 метра, а вот так 3,50 где-то. Это сарай 3х6, клетка 3,50 вот эта. Но это для машки 2 метра. Убирать у них приходится все чаще и чаще, потому что они растут, отходов жизнедеятельности у них все больше и больше. Поэтому каждый день скучать не приходится. Также покажу вам мою новую покупку, что я купил. Хочу попробовать. Никогда в жизни не пробовал мясо страуса, поэтому хочу попробовать именно страусятину. Попробовать, что за птица, какой вкус мяса, ну и так дальше. Это девочка страусиха, по-моему, даже яйца несет она. Поэтому сейчас буду ее каким-то образом загонять в вольер. Она была привязана, привез ее в своей машине, ноги были связаны. Поэтому сейчас немного отойдет. Вот видите, у нее именно хромает на одну ногу. Что-то у нее с суставом или вывернуло, или что, поэтому и мне продали ее на мясо. Вообще не пробовал мясо страуса. Не знаю, говорят, диетическое, легкое, не тяжелое, поэтому хочу попробовать. Попробовать и узнать, понравится мне мясо или не понравится. Если мясо понравится и все мне понравится, то, возможно, для разведения весной куплю несколько штук для дальнейшего разведения. И чисто держать для себя. Насчет выгоды, выгодно их держать, содержать или нет, не знаю. Ну, то есть, что так. Чисто для себя. Мне нравится сама птица, интересная. Большая, высокая. Ну, вот как бы вам... Сейчас попробую показать. Пусть, пусть, пусть. И как ее туда загонять? Не знаю. Подходить страшно, как даст. Нога у нее, видно, что с ногой проблема. Ну, я планирую чуть-чуть подкормить ее, а потом уже под праздники туда. Поэтому будем наблюдать за этим всем процессом. Да, курочка-ряба. Вот, что она так. Возле меня ногой. У нее, да, нога. Бедненькая, ножка болит. Наверное. Боря думает, утку или курку привезли увеличенную. Давай туда. Давай. Пошли, Валер. Пошли, Валер. Пошли, курочка-ряба. Пошли. Давай в обратную. Пошли туда. Пойдем. Пш-пш-пш-пш. Пошли. Пошли. Пошли, пошли. Пошли. Пошли сюда. Пошли, пошли. 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 Друзья, атак я и сделал пока. Забил. ДВПшкой, опять пленкой. Ветер не так туда попадает. А то она свободно может сюда перепрыгнуть. Ну, не перепрыгнуть, просто перешагнуть. Это же не свинья. А сделал так, оно нормально пока пойдет. Девчулька. Ой, ты хорош. Ой, ты какой-то. Сыка ты, сыка. Давай, погоняй. Угу, обижайся. Ух ты, а так обижайся, да? Давай. Че ты? А? Это мне походу уши вот туда. Че ты? Шейка длинная у тебя. Шейка длинная? А? Килограмм пять. Ты хоть не тёплешь? Ты утка или курка? Да, она сейчас начнет есть. Оно вкусное. Это стартовый для поросат. Борю побаить. На. Борешь? Сюда ставлю, а там уже сама разберешься. Все. Повыделывалась чуть-чуть. Хорай. Хорош, хорош уже выделываться. Да? Да? Ох ты, жужжешь! Давай, ай-ка. Она часто просто так сидит, потому что болит у нее, я так понимаю, сустав. Она поднимается, бегает, но... давай я тут поправлю все не боялась до кульбышка тут а ровная такая как будто кто-то кувалда есть выровнял а ух ты что глаза вообще имена какие-то необычные рябушка рябушенька рябка ряба хорошая рябка хорош я думаю если с детства допустим ну маленьких цыплят я так поднять их вырастить они ручные они привыкают до одного я думаю хозяина ну до одного человека и до привыкаешь тут я занимаюсь горохом продолжаю заниматься ноги просили показать крупоружки немного про нее рассказать покажи ножи ножи идут крестиком крестообразные два цельных один более углублен 2 наружу фляне то так сделаны поварено такие вот через каждые три сантиметра препятствия чтобы лучше разбивала через 2 и 4 киловатта двигатель трехтысячник то все спрашивают покажи покажи вот эти вот моменты покажи переверни писали в комментариях перевернул показал пшеницу кукурузу горох перебивает на ура мне хватает с ячменем дольше с ячменем намного дольше ну не то что там прям проблемы ну дольше пока хватает ну если уже больше 50 голов нужна другая трупоружка есть мне уже сколько писали комментариев и людей которых я знаю говорили что если на 250 у моего знакомого у него получается мешок 4 или 5 минут мешок мешок пшеницы 4 или 5 минут я лично видел на 250 вольт трупоружка чуть чуть больше чем это вот так ну это не пока хватает перебью с этой я уделяю время я уже привык уделил время все понаготавливал потом занимается поэтому кто просил я думаю все ответил 200 2 и 4 3000 вот перевернул не она просто очень удобно тем что тем что этот флянец я ставлю хоть в ящику вырезал дырку хочет допустим просто вот так у избежки кусок куда угодно поставил флянец этот поставим решета меняю если надо ну в основном я все на тройку 3 миллиметра решета я покупал отдельно с этой группа ружкой шла шло решета 4 там по моему 402 или нет что такое не она крупная троечка как раз нормально у меня есть и двойка единичкой 250 ну я все троечкой фирмы никакой нету этот человек делает и не сделал по заказу там фирма крупоружки нету фирмы крупоружки страусу намешал стартовый корм как для поросят тепает хорошо сейчас покажу